Привет, мой дорогой друг! На связи Илья Хестракторович. Возможно, прямо сейчас я отвлекаю тебя от создания огромного количества шпаргалок или, может быть, закрываю прореху в твоей панической атаке перед экзаменом по истории. Послушай, в этом видео я тебе коротко расскажу о двух вещах. Во-первых, поделюсь своим мнением о том, что в этот день, за день до экзамена делать не стоит. А во-вторых, расскажу о том, как правильно систематизировать свои знания самостоятельно перед экзаменом. Поэтому слушай внимательно. Поехали! Во-первых, что не стоит делать сегодня вот прям категорически? На мой взгляд, самое первое, что не стоит делать, это впадать в панику и думать, что у тебя ничего не получится. Мы не знаем, что тебе попадется на экзамене, мы не знаем, какие будут варианты, Мы не знаем, насколько хорошо ты на самом деле готов или готова. Не надо паниковать, не надо представлять себе самые страшные картины вашего будущего. Просто расслабляемся и продуктивно проводим день. Это было первое. Второе. Не нужно бесконечно клеить шпаргалки в течение всего этого дня. Вот почему я против такого времени проведения сегодняшнего дня. Смотри, когда ты делаешь шпаргалку самостоятельно, ты что-то запоминаешь. Ты ее пишешь, у тебя происходит еще одно моторное запоминание, визуальное запоминание. Это хорошо. Когда ты просто клеишь шпаргалку, ты ничего не повторяешь. И получается, что ты тратишь огромное количество времени на просто какую-то операцию, которая не помогает тебе запоминать материал. А вот сможешь ты достать эти шпаргалки во время экзамена или не сможешь, вопрос открытый. Возможно, это вообще не стоит делать. Поэтому, если весь сегодняшний день ты потратил или потратила на создание шпаргалок, то ты ничего не повторила или не повторил. Ну и, возможно, создал себе ситуацию, в которой ты и не сможешь воспользоваться всем этим добром. Надо быть с этим аккуратнее. Что я бы точно сделал с точки зрения шпаргалок и чего бы не делал с точки зрения повторения, это всемирка для 21-го задания. Не стоит ее учить. Если очень хочется как-то себе помочь, сделайте шпаргалки с ответами на задание номер 21 по всемирке. Пусть они у вас будут и расслабьтесь на этом. Уделите время повторению. Третье. Что не стоит делать в этот день, это судорожно пытаться в панике прочитать всю-всю-всю историю, рыдать и, в общем, задавать себе вопрос, как это можно сделать за оставшиеся часы. Скорее всего, никак. Но этого и не нужно. Потому что сегодня самое главное успокоиться и систематизировать информацию в своей голове. Вот как это сделать, я расскажу прямо сейчас. Во-первых, давай-ка мы с тобой повторим всех правителей. Самое простое, что тебе нужно сделать, взять листочек, можно даже в формате шпаргалки, но самостоятельно и от руки. Ладно, если не хочешь писать от руки, напечатай, но самостоятельно сделай. Выпиши всех правителей по периодам. Древняя иудельная Русь, средневековая Русь, романовые, 20-й век, ну, 21-й век тоже. Имя правителя, даты правления. Повтори, для себя систематизируй основные этапы. Пусть это будет первый слой, на который ты будешь нанизывать все остальные слои систематизации сегодня. Вторым слоем я бы предложил взять внешнюю политику и систематизировать отношения России с ключевыми странами. Например, войны. Возьмем русско-турецкие войны и выпишем их списком, укажем даты, мирный договор. И если в процессе этой работы ты будешь посмотреть в карту, это будет совсем прекрасно, потому что ты будешь сопоставлять войну, мирный договор и карту. Отношения с какими странами лучше всего проработать в таком порядке. Во-первых, Турцию. Во-вторых, Швецию. В-третьих, Польшу. Можно взять Францию. Этого будет достаточно, чтобы уверенно себя чувствовать в большом количестве международных конфликтов и историй, в которых принимала участие Россия. Следующий угол повторения, который я предлагаю тебе взять и рассмотреть, это повторение больших крупных событий. Например, Первой мировой войны или Второй мировой войны. Чтобы в них не запутаться, я бы рекомендовал тебе их систематизировать по годам. То есть мы знаем годы, когда шла война. Например, Первая мировая. И берем первый год войны, 1914, и расписываем, что было на Восточном фронте с Россией, что было на Западном фронте с Англией и Францией. Дальше, 15-й год, что было на Восточном фронте, что было на Западном. 16-й год и так далее. То же самое я рекомендую сделать с Великой Отечественной войной. Мы берем 1941, 1942, 1943 и выписываем основные события себе, самостоятельно. Таким образом мы это делаем и чувствуем себя спокойнее. Кроме того, я бы сосредоточился на крестьянском вопросе, особенно в период дворцовых переворотов. Что нужно сделать? Сделать такую же табличку и посмотреть, как менялось отношение к крестьянам на протяжении всего периода дворцовых переворотов. То есть, при каком правителе, какие меры в отношении крестьян были. Следующим шагом можно взять экономические реформы и посмотреть, как менялась сфера экономики по правителям России. Таким образом, за несколько часов можно проработать примерно все вот так сквозные темы и успокоиться. Потому что таким образом основной момент повторения будет выполнен. Я рекомендую именно так повторять материал сегодня, то есть систематизировать его для себя, а не пытаться учить всю теорию от и до в надежде, что что-то из этого запомнится. Потому что сейчас нужно уже структурировать знания и лечь спать пораньше, чтобы выспаться и прийти на экзамен. Так этот день вижу я. Сегодня в моем телеграм-канале мы будем еще повторять карты. Сегодня у нас большой стрим с повторением второй половины 20 века. Поэтому, если эта тема у тебя западает, этот период, обязательно на него приходи. Ну, а вечером мы постримим. Будет релакс-стрим. Будем общаться. Составим прогнозы на экзамен. Пожелаем друг другу удачи и счастья. И немножечко выдохнем, расслабимся. Поэтому проводи сегодняшний день продуктивно. У тебя обязательно все получится. И не нужно столько переживать. Все будет хорошо. Пока-пока.